Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами на такую тему, как французский менталитет Я уже практически 4 года живу во Франции и у меня сложилось кое-какое мнение о французах и о французском менталитете Сегодня хочется поговорить о каких-то положительных сторонах, потому что не хочется говорить о плохом Хотя французы ни в коем случае не идеальны У них тоже огромное количество тараканов в голове, но когда-нибудь в следующем видео я поговорю именно об этом Ну а сегодня только хорошие, только какие-то положительные моменты Я уже говорила много раз, что французы по жизни следуют такому девизу Жить качественно и получать от жизни все возможное удовольствие Они стараются как можно меньше суетиться и как можно больше получать удовольствие жить качественно Мне эта черта очень нравится Я вначале, когда приехала, вообще не понимала, как это все происходит Я и до сих пор по этому критерию очень сильно отличаюсь от своего мужа Приведу вам такой пример, если мы приходим, например, в Диснейленд с ребенком То за полдня, за несколько часов мы успеем оббегать два парка Мы успеем покататься на десяти аттракционах Когда же мы приходим с мужем или мой муж приходит один с ребенком То они идут не спеша, они идут в один парк Они наслаждаются, они покатаются на одном каком-нибудь аттракционе И получат максимум удовольствия Следующее, что мне нравится во французах, во французском менталитете То, что у них нету навязанных обществом каких-то стандартов, каких-то стереотипов Приведу вам пример из своей жизни Я вышла замуж в 28 лет И до 28 лет, когда я находилась в Беларуси То меня вот этим пунктиком, что я не замужем и у меня нет детей Меня хотел уколоть, упрекнуть практически каждый Все старались, вот как можно больнее уколоть в этот пунктик Вот почему тебе 28 лет, а ты все еще не замужем и детей у тебя нет Если я знакомилась с каким-нибудь новым молодым человеком То он меня спрашивал, конечно же, про возраст Я говорила там, что 26-27 лет И следовал дальше такой вопрос Почему не замужем? Что, не берут? Во Франции такого нет Это и плюс, это и минус Почему минус, расскажу в каком-нибудь своем следующем видео Но еще приведу пример сестры своего мужа Ей 31 год, она на год младше меня 31 год, у нее хорошая работа У нее есть где жить У нее есть хорошая машина Но вот мужа и детей пока что нет И никто не тюкает ее этим, что она не состоялась как женщина Что она не состоялась пока что как мать Потому что, конечно, в планах у нее есть такое Но все люди разные У всех разная судьба Кто-то выскакивает замуж в 19 лет Кто-то выходит постарше Я вышла в 28 лет и ни капельки не жалею Что у меня не получилось Или не сложилось выйти раньше этого возраста У меня есть что вспомнить У меня много хороших воспоминаний И сейчас, конечно же, я рада, что я замужем Что у меня есть семья Что у меня есть ребенок Наших людей, они любят найти, знаете, такой слабый пунктик И вот в него все время долбить, долбить, долбить И вот этой долбежкой человека можно загнать в комплексы Человека можно довести вообще до чего-то невероятного Мне повезло в том смысле Что я никогда не обращала внимания на такие вот уколы На вот эту вот долбежку Я относилась к ней абсолютно ровно Несмотря на то, что мне говорили Что я несостоявшаяся личность Что я никогда не выйду замуж Уже поздно, что уже надо хватать то, что есть Во французском обществе все намного проще Нет стереотипа, что если ты не вышла замуж до 30 лет То ты старая дева Что если ты родила после 30 лет То ты уже старая родящая Такого нет И из-за этого жить намного проще Кто бы что и не говорил о французах Но французы очень воспитаны и учтивы Они ни при каких обстоятельствах Ни при каких условиях Не забудут основные принципы учтивости Это то есть если человек мало знаком То пожать каждому руку Если люди уже между собой более тесно знакомы То это конечно же при приветствии поцеловаться Они никогда не забудут тепло Поблагодарить за какую-то оказанную услугу И наоборот Если это просьба какая-то То они всегда скажут Пожалуйста Первое, что честно скажу Шокировало меня Когда я приехала жить во Францию Это то, когда ты заходишь в магазин И тебе все улыбаются Такое чувство, что у тебя Просто вот ждали именно тебя Чтобы ты зашел Все улыбаются Тебя приветствуют И я уже говорила тоже об этом Что первое время У меня возникало такое чувство Что может быть надо мной смеются Может быть видят, что я иностранка Что я не говорю на французском языке И вот это таким образом выражают какую-то надменность Что ли По отношению ко мне Но на самом деле это абсолютно не так Просто так заведено Следующее, что я хочу отметить Это то, что я сказала С одной стороны Французы не любят напрягаться Но с другой стороны Если французы приходят на работу То они действительно работают У нас почему-то принято считать Что вот мы русские, белорусы Вообще славяне Мы работаем больше европейцев Может быть где-то в Греции Где есть сиеста Или в Испании Люди действительно работают меньше часов Но во Франции Работают такое же количество часов Как работаем и мы И мы почему-то еще думаем Вот я раньше так думала Что у них больше праздников Что они больше отдыхают Абсолютно не так Если праздник выпадает на выходной день То он никогда не переносится Бывают такие когда Когда вообще получается Что праздники всегда выпадают на выходные дни Но с этим ничего не делают Так получается У французов нет каких-то Заоблачных отпусков Нету длительных перекуров Нету разговоров за кофе Нет Я это знаю на своем собственном опыте Потому что во Франции У меня уже есть опыт работы Я успела поработать в двух местах Вы сами знаете Что здесь очень высокий уровень безработицы Люди держатся за свои места Если у кого-то хорошая работа То он просто будет рвать и метать Чтобы на ней действительно задержаться Работу сейчас найти тяжело Особенно для иммигрантов Поэтому приходится работать Поэтому приходится доказывать Что ты имеешь такое же право Как и остальные французы работать Что ты умеешь хорошо работать И что скажем Эта компания Эта фирма Взяв тебя на работу Приобретет Но не потеряет Следующее, что мне нравится В французах Во французском менталитете Это их любовь к минимализму У нас стиль отличается Ну согласитесь, что это действительно так У нас любят, когда дорого и богато Французы любят, когда просто и со вкусом Французы никогда не будут отдавать Последние деньги На покупку какой-нибудь дорогой люстры Ради понтов Или на покупку машины Или чего-то там еще Если я скажу своему мужу Что давай купим ковер Персидский Ну это утрировано Давай купим ковер за 500 евро Он выпучит на меня глаза И скажет Зачем? Даже несмотря на то Что допустим У нас будут деньги на этот ковер Мне такой подход Такой стиль жизни Очень импонирует И очень нравится Следующее, что мне нравится Это то, что французы Действительно как-то проще относятся к жизни Меньше заморочек по поводу одежды Никто не смотрит на вас Оценивающим взглядом С ног до головы Даже когда вы приходите в магазин Вот я знаю У нас в Беларуси Ты заходишь в какой-нибудь бутик И на тебя сразу смотрят Оценивающим взглядом Вот что Сможешь ты купить что-то Или нет Здесь такого нету Здесь вы сможете встретить на улицах Все, что угодно И кого угодно И при том При всем Люди не будут делать Какой-то, знаете Акцент На том Как выглядит тот или иной человек В 40 лет Здесь все еще считают себя молодыми Ну в принципе так и есть Кто-то ездит на работу На велосипеде Кто-то в дорогом, скажем Костюме Едет на работу На скейте У нас когда люди выходят на пенсию То сразу начинаются разговоры О каких-то Гробовых деньгах О том, что уже Ну какая уже жизнь Уже только внуки Во Франции все абсолютно не так После выхода на пенсию Жизнь для многих только начинается Сейчас как раз Настало время для того Чтобы уделить себе Как можно больше внимания Для того, чтобы путешествовать Для того, чтобы заняться Каким-то любимым делом Я сделаю еще видео О французских женщинах Но вот забегая вперед Скажу просто, что я Обожаю смотреть На французских женщин Вот которым уже за 50 где-то Они просто все настолько ухоженные Они настолько красивые Что вот глядя на них Просто хочется брать пример И это действительно так Хочу еще сказать о том Что французы очень любят себя Они гордятся тем Что они родились во Франции Они гордятся тем Что они являются французами И считают свою нацию Одной из самых лучших в мире Французы считают Что они заслуживают Самого лучшего Только потому, что Они родились с французами Им нравится Когда их окружают Красивые вещи Скажем, это может касаться Даже сервировки стола Это может касаться Украшения блюда Получать удовольствие от жизни Жить не суетясь Как можно меньше проблем И жить красиво Вот это основные принципы Жизни французов Здесь каждый человек Считает себя просто Каким-то центром И считает, что все вокруг Крутятся вокруг этого центра То есть вокруг него И так считает буквально каждый Французы очень чепетильны Во всем, что касается Политкорректности Если, скажем, в новостях Показывают, что произошел Какой-то теракт Вооруженное нападение Или что-то еще То никогда не сакцентируется Внимание на том, что Скажем, в этой банде Было там Три араба Или четыре африканца Или что-то такое Нет, они скажут Просто банда вооруженных преступников Французы очень любят свободу Но их свободолюбие Очень отличается от нашего Потому что Их свобода подразумевает Ответственность за свои поступки Тогда как наша свобода Подразумевает просто Хаос и беспредел Скажем так Редко у какого француза Вы встретите Недовольство собой Неуверенность в себе Неуважение к себе Это все, что я сегодня Хотела вам сказать Еще раз уточню Что я сделала акцент На каких-то Положительных чертах Я не живу в розовых очках Я вижу все, что происходит Вокруг Но это вот то, что мне показалось За 4 года наиболее таким вот Ярким во французском менталитете Отрицательного очень много Тоже у них свои тараканы Как я уже сказала Много чего непонятного для нас Если взять даже ту же тему Женитьбы Могу сказать, что французы Сейчас не хотят жениться Не хотят жениться По многим причинам Почему я расскажу В своем следующем видео Пишите, пожалуйста, свои комментарии Под видео Что вы думаете по этому поводу Согласны вы со мной? Не согласны Может быть что-то я забыла сказать В любом случае Я надеюсь на диалог Мне очень приятно, что вы смотрите Оставляйте лайки Подписывайтесь И до скорой встречи Пока-пока